Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Доброе утро! Вот неспроста мы сегодня, как попугаи, три раза сказали «доброе утро», потому что сегодня тема нашего эфира «Как же начать то самое утро?» С чего? С каких мыслей? С каких хлопот и забот? Ну и, в общем, сегодня эфир будет, мне кажется, такой позитивный и насыщенный. Ну, а я, забегая вперед, хочу рассказать о том, что с моей стороны будут девушки, интересные девушки, у которых утро начинается с активной жизненной позиции, потому что они творят добрые дела. Так, дорогие телезрители, сегодня мы с вами научимся одной очень эффективной методике, которая помогает нам систематизировать и улучшать наши ежедневные дела и рутину. Вот так вот. А я буду пробуждать потоки и наполнять энергией. Вот такая интересная тема. И напоминаю, что со мной рядом Дарья и Василина. И мы начинаем. Нынешняя мода очень капризна и разнообразна, но всегда в моде было и приветствуется удобство. Мы сегодня находимся с вами в пространстве, которое называется Сэла. Сейчас я вам покажу и расскажу, как можно на базе коллекции, которая представлена в магазине Сэла, составить простые и очень удобные, комфортные комплекты. Обыкновенное платье, платье-водолазка, лапша, как раньше это называли. Оно длинное, очень модной длины, с разрезами. Его можно обыграть. Можно подать просто с аксессуарами, можно, надев рубашку в клетку подпоясов ремнем, подать и пойти в этом образе, допустим, в кафе с семьей. И если мы это платье подаем с рубашкой, которая однотонная, подпоясываем ее ремнем, то вполне можно пойти в офис. Эти моменты, эти секреты, лайфхаки, как это сейчас говорят, очень уместны будут для дам, которые немного сомневаются в своей фигуре и пытаются скрыть какие-то изъяны в области бедра. Девушки, которые предпочитают комфорт, обратят внимание вот на такую юбку из тонкого трикотажа. Есть еще в наличии худи такого же качества, такой же материал. И если на это все мы надеваем жилет, получаем вот такой интересный комплект. Для любителей монохрома можно это платье подать вот с таким вот свитером, а те, кто желает подать это платье в более ярком варианте, мы добавляем вот такой свитер, и сюда очень будет хорошо. Если вы себя чувствуете не совсем комфортно вот в такой вот юбке-лапше, которая, возможно, в вашем понимании, она обтягивает фигуру или показывает какие-то недостатки, очень прекрасная альтернатива. Вот такая юбочка на запах скроет все эти ваши недостатки, подчеркнет только ваши достоинства. В модных тенденциях можно рассмотреть вот такое платье, выполненное из шелка. И если пододеть грубый свитер, это хлопковая нитка с вискозой, подчеркнуть поясную группу поясной сумкой, получится очень модный образ. Для любой мамочки очень важно, когда ребенок ходит в детский сад, и вообще, когда он растет, чтобы были практичные, удобные вещи. И, конечно же, очень привлекает цена. Все модели для маленьких модниц и модников выполнены из натурального хлопка. Они очень хорошо сочетаются между собой, и любой мамочке будет приятно. Сейчас актуальный цвет хаки и коллекции как для мальчиков-подростков от 7 до 12 лет, так и для маленьких наших кавалеров. Вот такие интересные штаны. При такой грамотной развеске всегда можно подобрать те нужные комплекты, которые вы планировали приобрести для своего ребенка. На этом наш обзор трендов и магазина Селла закончен. Хочу обратить ваше внимание, что в конце февраля в ТРК Туймада открывается новый филиал магазина Селла. И там вы сможете приобрести себе много новых покупок, которые будут служить в вашем гардеробе. Всем пока! С вами была я, Радмила Артко. Замечательный сюжет, ведь вечная проблема именно с утра возникает, когда просыпаешься. Что же сегодня надеть? Особенно нам в среду, мне кажется, это головная боль. Мне кажется, даже не за утро, а уже за три дня мы начинаем торопиться, спешить, искать варианты, чтобы выглядеть красиво. Ну что, девочки, у нас тут сегодня вкусняшки, девочки у меня добрые, принесли вкусные штучки. Я решила вас сегодня угостить своим фирменным облепиховым чаем. Он идет с медом, очень полезный. Я обожаю, кстати, это чай. То есть мы сейчас будем так чаек попивать, но все-таки время-то твои рубрики, Даша. Ты сегодня чем поделишься-то? Ой, я сегодня поделюсь вообще такой ценной информацией. Буду вас наполнять энергией, расскажу о том, во сколько вообще вставать по утрам, да? И сделаем даже очень интересное упражнение. В общем, зарядимся на все сто. Ну что, начинаем? Да. Нет, мне кажется, что-то мне вообще... Ник, ничего не кажется, да? Мое доброе утро прямо не хочет принимать этот наушник. Ну и все, поехали. Даша, интересно, ты вот затронула тему того, как проснуться. Ты посмотри на нее. Я, походу, после своих упражнений уже настолько заряжена, девочки, ничего. Ты у нас же еще и такая прям великолепная мамочка. У меня вопрос, как ты пробуждаешь детей-то своих? В общем, особенно по средам, да? Если мне нужно очень рано вставать. Я детей укладываю. Вообще у детей есть режим. И вечером пораньше укладываю с хорошим настроением. Даже если они капризничают, ужасно себя ведут, я все это выношу и думаю, главное не, чтобы с хорошим настроением уснули. Утром, ну надо же в 6, в 30 уже их начать будить. И я так тихонечко телефон включаю с мультиком фоновую. И они на фоне знакомых голосов, звуков начинают просыпаться. Ты с помощью музыки, да, у тебя такой лайфхак? Да, такой творческий подъем. Ну и, конечно, поклажем. Ты говорила, Даша, у тебя есть какие-то техники? Да. А для себя я вообще уяснила, что все-таки человеку нужно каждое утро просыпаться в 6 утра и делать определенные упражнения. Мы сегодня сделаем только один на пробуждение жизни по 8 потокам. И нам нужно будет выйти туда, потому что... А, то есть мы будем все это с тобой вместе делать? Конечно, будем практиковать, и вы думали, просто расскажу и все, что ли? Нет, конечно. В общем, выпили облепихового чая, попробовали вкусные булочки от Дарьи Лавровой, но и теперь мы начинаем. Даже толком не попробовали. Что такое это 8 потоков? Объясни нам людям. Короче говоря, из области цигун. Должны стоять ровно. В 6 утра мы должны стоять ровно? Ровно. Нет, ну проснулись, спокойненько, не обязательно сразу быстро вставать. Нужно полежать хотя бы минут 15. Я слушаю, например, какие-то коротенькие медитации. Аффирмации. Аффирмации. И как мне встать, чтобы всем было видно? Давай в центр встану, чтобы я и за вами повторяла, проверяла вас. В общем, поднимаем ручки. А, надо, мы будем пробуждать жизнь. Жизнь. То есть это можно на любовь, на деньги, на все про все. На сегодняшнее утро мы пробуждаем жизнь, потому что мы проснулись, мы здесь, значит нам надо. Здесь полная жизнь. Да. Кипит. Руки поднимаются вверх и голова вместе с рукой. Прямо на потолок смотрим. О чем думаем? Ни о чем не думай, просто погружайся. Опускаем вниз. Ладони туда, да? Глаза тоже опускаем. Да, вместе с рукой все делаем. Жизнь течет вниз. Жизнь течет вперед. И потоки не прерываем, да? Глаза открытая? Можно чуть-чуть коленки согнуть. Василина, давай сгибай. Дашенька. Жизнь течет назад. Чуть-чуть назад отклоняемся. Ручки тоже не теряем. Поток направляем в левую сторону, жизнь течет в левую сторону. Ножки можно приподнять, если можем... Оп, подняли, поднять сюда. Мы оператору поток отправили. Да, для энергии, хорошо. Так, жизнь течет в правую сторону. Оператор справа. Тебе поток энергии. Лови, да? Ну, скорее всего, ты себе. Ручки вот смотри, как я делаю. А, вперед. Вперед. Потом всю энергию собираем. Собираем. Жизнь течет внутри. Обязательно надо проговаривать. Жизнь течет внутри. И представляем свой мир. Да? Это семья, наше окружение, наш любимый город, семья, родные, близкие. Все-все-все. Жизнь течет... Где у нас течет? Я забыла фразу. В общем, мы... Вокруг нас. Вокруг нас. Ой. Жизнь течет вокруг нас. Мы соединяемся с этим миром. С этой студией, с городом Якутск, с Россией, со всей планетой, с космосом, вселенной. Боже мой, сколько тут моментов, да? И, конечно же, жизнь течет во мне. Через сердце. Через сердце? Вниз. А, вниз. Что почувствовали? Я обычно почувствую энергию, всегда чувствую энергию, когда подняла руки. Ну, к этому надо прийти, Даша. Я вот кроме уставших рук, честно, я ничего не почувствовала. Ты всеми к операторам направляла энергию. Надо было к себе, к себе, к себе. А, я все раздала операторам, нашим любимым. Пальцы все к себе оттянуть, да? Руки должны быть. Вот так вот, да? Ну, спасибо за такую интересную медитацию твою. У меня еще куча упражнений. Будет возможность, я обязательно еще поделюсь упражнениями со стихиями. И будем пробуждаться максимально капитально, качественно. Ну, надеюсь, такой лайфхак от Дарьи Лавровой помог многим телезрителям сейчас проснуться. И если вы с нами управляли своей энергией, это вообще очень здорово. Ну, а сейчас в студию мы пригласим интересного гостя, которая с утра встает обязательно рано, потому что она спортсменка. Ну, а начинает она свой день с благих мыслей, потому что она занимается благим делом. Субтитры подогнал «Симон» Вот такой замечательный сюжет был посвящен мероприятию, которое стартует 9 марта. И это будет социальный проект, который называется «Женская душа». И его куратор Ксения Пак сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Да, не зря я сказала о том, что вы спортсменка. Необходимо отметить, что Ксения у нас девочки, слушайте. Мастер спорта России по кикбоксингу. Вот так вот. Вроде бы хрупкая девушка, да, такая? И чемпион мира по кикбоксингу. Но сегодня не о спорте речь, сегодня речь о социальном проекте «Женская душа». Вот, Ксения, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что за проект и как именно вам пришла идея создать именно такую тематику? Ну, хотела я давно запустить этот проект «Женская душа» – это социальный проект для женщин, для девушек, даже для девочек, те, кто подверглись насилию. Потому что эта тема для вообще в нашем городе, во всем мире, она актуальна. Очень много утаивается, очень много женщин, которые перенесли это, они боятся раскрываться, боятся жить дальше, постоянные страхи, они замыкаются в себе. И вот этот проект, мы его запускаем, чтобы дать новый виток, чтобы они не боялись существовать, не то, что существовать, а жить дальше, цвести, радоваться и не бояться уже мужчин. Вот так вот, да. Хорошо, ну тогда такой, может быть, немножко нескромный вопрос, а почему именно вы? Вот, то есть вас эта тема как-то коснулась, или вы все-таки просто там со знакомыми встречались, или просто решили вот начать… Или просто идея пришла. Да, идея пришла. Нет, я сама в юности столкнулась с этой проблемой. Был такой, ну, можно сказать, нехороший случай, который произошел в моей жизни, и мне было очень тяжело с этим. И благодаря спорту я смогла, ну, развиться и сейчас жить и радоваться, создать семью, не бояться. А многие, они закрываются. Я, по-первых, тоже закрывалась, я перестала себя ощущать как девочка, как женщина. Я боялась всего, там, какие-то шорохи взади, все, я начинала сковываться из повышения голоса, либо еще что-то. Поэтому пришла в спорт, начала заниматься физически, духовно. Но в то время у меня не было помощи в плане социальной. Со мной не работал ни психолог, ни социолог. Я сама, да, я сама все пыталась, и книги читала, и с родителями старалась много об этом не разговаривать, потому что, ну, как бы все равно для них это тоже большая травма. И барьер был такой. Да, и барьер был. И поэтому потихоньку-потихоньку со спортом физические вот эти нагрузки, они мне дали новый виток. Ну, вот все-таки вы уже не раз упомянули о том, что, к сожалению, вам психологическая помощь не была оказана, да, и вашей палочкой-выручалочкой стал спорт. Да. То есть вот сколько лет вам потребовало заниматься спортом, чтобы вот все-таки преодолеть этот барьер и почувствовать себя уверенной? Ну, честно скажу, 10 лет у меня ушло. 10 лет активного? 10 лет я вот как привели меня, я начала заниматься, и вот 10 лет мне именно помогли раскрыться именно в спорте. А то есть вот неспроста, наверное, выбор пал на кикбокс, да? Это имеет какую-то взаимосвязь или нет? Ну, в принципе, нет. Тут любой вид спорта, просто у нас поблизости был Элей Ботур, Туймада, и там именно была секция либо борьба, либо кикбокс. Ну, так и для борьбы, тренер сказал, что не нужно уродовать девочку, а меня отец отдал именно в кикбоксинг. То есть вот и вы 10 лет занимались в кикбоксинге, да? Мы сейчас видим вашу фотографию, сколько у вас трофеев, кубков, медалей, да? Ну, и все-таки, возвращаясь к этой теме, да, спорт для вас стал вот таким, да, стимулом к жизни, наверное, да? И вот это ощущение достигать победы, да, ставить цели перед собой и верить в свои силы для вас тоже стало немаловажно. Да, конечно. В первую очередь, когда человек занимается спортом, он немножко, как сказать, заново смотрит на людей. Когда ты, например, на том же ринге, ты немножко, ты выплескиваешь свою энергию, свою, можно сказать, даже негативную энергию. Когда ты работаешь в парах, когда ты работаешь на груши, а девушки, женщины, они всегда, они как комок, они все в себе держат, да? У нас нету выплеска эмоций. И тот же спорт, не в зависимости, говорю, любой вид спорта, он именно помогает женщинам раскрыться. Наши женщины даже порой прокричаться не могут. Вот стоит ком, а возгласа нету. А в этом виде спорта ты машинально все, да, кричишь, ты все из себя выплескиваешь. Поэтому это нужно. Можно. Но возвращаясь к социальному проекту, хотелось бы задать вопрос. Вот какова же программа вообще? Как это будет все происходить? Очень интересно. И сколько дней будет продолжаться этот проект? Наш проект, он будет длиться ровно месяц. Мы запускаем его с 9 марта, как раз после нашего женского праздника. И он будет по 12 апреля. Там будет очень интересная работа. Там каждую неделю будет работать с ними один из кураторов. У нас кураторы есть, будет психолог, сексолог. Раз в неделю будет обязательно силовая нагрузка и определенный куратор каждую неделю. А также у нас будет сотрудник полиции, который расскажет, какие права у женщины, куда нужно обращаться, что не нужно это утаивать, как надо вести себя в той или иной ситуации. Также у нас будет куратор, юрист семейного права, который расскажет женщинам о их правах. В плане семьи бывает тоже насилие, не обязательно оно, как бы насильственные действия, но бывает насилие побои, когда женщины это утаивают, скрывают. Вот это мы тоже затронем эту тему. Юрист он расскажет. У нас будет мастер-класс от нашего тренера Натальи Сарая. Она расскажет про питание, как нужно правильно питаться, чтобы подойти к спорту в определенной форме. У нас будет работа психолог-сексолог. Она расскажет, как раскрыть себя, не побояться вытянуть из себя вот эти маленькие камушки, которые не дают нам раскрыть. А сколько участников у вас максимально будет? Ну, в принципе, у нас нету, чтобы сказать количество. Всех можете, да? Да, мы можем всех, но, естественно, будем вести отбор, потому что... У кого, как сказать... По ситуации, да, по ситуации будем разбирать. По возрасту есть какие-то ограничения? В принципе, возрастных ограничений нету, да. То есть, если что, то можно и... Может быть, и ребенок... И все это, я так понимаю, абсолютно бесплатно. Да, это все, это совершенно бесплатно. Мы не будем вмешиваться в личную жизнь, мы не будем выносить это все там на публику. Это все будет, да, в рамках нашего клуба. Все будет только по желанию самих участниц. Если кто-то захочет рассказать, то... И это все будет происходить на базе фит-студия, правильно? Да, это будет на базе фитнес-клуба фит-студия. Все это будет именно там проходить. И там будут и как раз эти семинары, и будут и мастер-классы, и будут занятия даже по самообороне. Мы будем девочек учить, в случае чего, как они должны повезти. Как стойку держать, да? Да, и как стойку защищаться. То есть, девочки и духовно, да, могут себя восстановить, да, свои силы духовные, и психологически, и еще и физически себя подготовить. Да, и в конце для них будет подарок, будет мастер-класс от визажиста. Она научит, как... Потому что многие все равно, они те, кто... Они стесняются, они некоторые перестают краситься, ухаживать за собой. И мы вот в конце для них сделаем вот такой приятный подарок. Хорошо, тогда вопрос, как же вас найти? И, допустим, тут возникает другой вопрос. Нас смотрят телезрители, и, возможно, сейчас вот, ну, они подумывают, да, что я вроде бы именно по этой теме. Но сразу же возникают страхи. А как пойти? А куда прийти? А вдруг приду, не поймут. Вот здесь, как, может быть, замотивируете наших телезрителей, у которых все-таки есть такие проблемы, но они не могут немножко вот как-то себя настроить на то, чтобы посетить подобный проект? Ну, тут надо, самое главное, отпустить все, осмыслить. Все равно сейчас уже, ну, как бы, если даже давно это случилось, все равно это в памяти остается. Просто надо прийти, заставить себя, оттолкнуть все старое и войти в новую жизнь. А находимся мы в Держинского, 32, это около Апельсина, там у нас большой комплекс, вид студия. Могут они обратиться прямо именно в клуб к девочкам на ресепшене, которые сидят у нас, все про это знают. И также могут зайти на страницу в соцсетях, в Инстаграме. Да, мы видим сейчас адреса, дорогие. Да, там все адреса указаны, обязательно, есть аккаунт мой указан, куда девочки могут обратиться, именно лично мне написать, и также на страницу нашего клуба. Поэтому этого не нужно бояться, нужно уметь раскрыться, нужно уметь забыть все старое и с новыми силами уже вступить. Разгрузить, да, 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 сбросить вот этот камень, который он сидит, не дает дышать полной грудью. И давайте еще раз прононсируем, значит, у нас будут семинары от сексолога-психолога. Сексолога-психолога, будет сотрудник полиции, будет юрис семейного права, будут два наших тренера, которые будут вести самооборону, рассказывать про питание, и будет мастер-класс от визажиста. Визажиста, очень насыщенная программа. Ну и опять же, возвращаясь к вам, хотелось бы ваше мнение узнать, Ксения, насколько важны вообще подобные мероприятия. Вот в начале нашего разговора мы говорим о том, что сейчас эта тема стала актуальна, сейчас об этом стали говорить. И средства массовой информации тоже играют огромную роль в этом, да, потому что, ну, очень много передач, да, статей пишется про это. И все-таки нужно это освещать? И вот какова основная эта цель и задача? Конечно, это нужно освещать, это нужно постоянно об этом говорить, это не нужно об этом умалчивать. Потому что, когда мы умалчиваем, мы, значит, даем шанс тем людям, которые это раз сделали, приступить еще раз. И такие проекты, они нужны постоянно. Просто это, ну, вот сейчас мы начинающие, мы только делаем первые шаги и хотим в дальнейшем и дальше продолжать вести это благое дело. Поэтому мы хотим и дальше развиваться, может, будут другие, как бы, кураторы, кто захочет с нами работать. Но такие вещи просто, я думаю, нельзя замалчивать, это уже длится давно. И как бы хотелось, чтобы девушки перестали чувствовать себя незащищенными. Потому что сейчас возможно все, и нужно рассчитывать только на свои силы, да? Да, только на свои силы, да, правильно. И вообще есть же поговорка, что когда счастлива мама, счастливы дети. Да, счастливы дети и семья. Поэтому, конечно, очень важно. А это будет систематично проводиться или пока пробано, да? Ну, пока вот этот, он месячный, да, это будет так пробано. Если пойдет дальше, естественно, я хочу дальше его развивать. Здорово. Мне кажется, все получится. Да, я тоже на это очень надеюсь. А если все-таки, возвращаясь к нашей теме эфира, вот как начинается ваше утро? Помимо того, что вы сейчас все в мыслях об этом проекте, да, вот как вы вообще занимаетесь? О, ну, утро у меня, как у обычной мамочки. Обычной мамочки? Да, встаю рано утром, готовка завтрака. Правильного, наверное, завтрака, да? Ну, естественно, правильный завтрак, потому что я живу спортом. Подготовка ребенка в садик, сборы мужа на работу. И уже еду на свою любимую работу, где я провожу как групповые занятия, так и персональные. Поэтому постоянно-постоянно ты в спорте, в движении. Ну, мы сейчас видим ваши фотографии, вы еще и позируете на подиуме, да, увлекаетесь? Да, ну, это было пробное, я была участницей одного проекта. Решила первый раз поучаствовать. Вот этот проект, кстати, даже он мне немножко тоже помог. Он дал толчок, как бы раскрыть мои заново женские начала. То есть вы такой общественник, активно принимаете участие в проектах, да, еще сами организуете. Вот мы сейчас видим фотографии вашей семьи, вашего ребенка, да, то есть активистка такая по жизни, да? Ну да, я после, ну, стараюсь везде себя в разных отраслях раскрыть, попробовать везде. И пробовала и рисованием заниматься, ну, как, да, творчески. Ну, как говорил мой папа, я руками умею только бить. И у вас это неплохо получается, да? Да, поэтому не сильно в творчестве мне везет, но пытаюсь пробовать везде. Ксения, смотрите, вот у меня есть к вам личный вопрос. С детства, из-за того, что у меня вот комплекция такая достаточно маленькая, да, бывало такое, что одноклассники там дразнили, например, да, девочки-старшеклассницы тоже бывало там как-то вот так вот заденут. И с детства тоже вот я смотрела на девочек, которые занимаются гейбоксингом, и прямо так хотела. Но я всегда, у меня был барьер того, что у меня вот рост маленький, меня не возьмут. А вот сейчас, несмотря на то, что уже там энное количество лет, могу ли я записаться, допустим, вот на гейбоксинг, допустим? Конечно. Вообще в спорте нет возрастных ограничений. Нет. Все зависит от самого человека. Я когда пришла, я тоже была, я всегда была в теле, я была пухленькая. И когда меня привели в спорт, мои психологические какие-то травмы, мой внешний вид, я считала, что я, ну, некрасивая девочка. Поэтому тут нет ничего такого страшного, вы в любом возрасте можете прийти. А муж ваш занимается спортом? Муж, да, у меня тоже спортсмен. Ну, сейчас он, конечно, не работает в плане по спорту, у него совсем другая деятельность, но тем не менее мы всегда ведем здоровый образ. И ребенка, скорее всего, тоже, да? И ребенка, да, я с детства его и на шпагаты, и растяливая. Хочешь, не хочешь, заставит мама, да? Нет, у нас нет слова заставлю, все по желанию, потому что когда человека заставляешь, у него он отталкивается. Тут надо с детьми, нужно играть. Пробуждать желание. Да, чтобы, да, у человека желание, постоянно стимулировать его, рассказывать ему. А вот мы говорили о Наталье Сарай, она, помнится, мне рассказывала здесь же в студии о том, что утро она начинает с зарядки. Зарядка, естественно. А вы делаете зарядку? Конечно. Да? Зарядка у нас с сыном, обязательно вакуум. И у нас зарядка, она небольшая, у нас всего лишь 3-4 комплекса, но это у нас стандартно, обязательно у меня вакуум, а сыночка у нас планка. Вот так, с утра пораньше, да? С утра пораньше. А отказывается когда-нибудь? Ну, конечно, бывает, он же ребенок, ему 5 лет, ему порой не хочется, но начинаю его, я становлюсь, начинаю его к себе подзывать, там, как-нибудь играючи его, и становится. Ну, конечно, бывает, что он ничего не хочет, но я его не мучаю. Не засталю. Не хочешь, ну ладно, в другой раз. Ну что, Ксения, спасибо большое, что посетили город женщин. Давайте еще раз проанонсируем, когда стартует такой благотворительный проект, где, когда, во сколько, и сколько будет длиться? Ну, ну, наш проект «Женская душа» стартует 9 марта по 12 апреля, мы будем проводить его в фитнес-клубе «Фитстудия» на Держинского, 32, всех ждем, по поводу начала мы еще предварительно обговорим, скорее всего, это будет в первой половине дня, просто пока время я еще, ну, точно не могу сказать, количество не ограничено, самое главное желание, и вы можете, да, пришлось сюда. Следите за новостями в Инстаграме. Спасибо большое. Ну, а на этой минуте мы должны уйти на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Ну, а сейчас передаем слово Василине, которая поделится с нами секретами того, как же правильно и грамотно планировать. А что узнаем сейчас? Ну, что ж, у нас сегодня тема нашего эфира планирования нашего дня, потому что как только мы просыпаемся, мы в любом случае что делаем? Планируем, да? Да. И сегодня, мои девочки, я вас буду... Баловать. Мучить. Мучить. Не баловать. А баловались мы вот с утра чая попили. Давайте вот так. Я вам сегодня расскажу одну очень интересную методику, называется она Канбан, это японская методика. Она создана для того, чтобы облегчить жизнь вообще крупных компаний, по идее, да? Но мы это можем спроецировать и на нашу обычную жизнь тоже. Например, посмотрим, кто такая Даша Лаврова, например. Даша Лаврова у нас не только женщина, но она еще и мама, она еще и певица, например, да? Дарья Анкехова у нас женщина еще и ведущая. Я, например, тоже утром проснулась, не просто женщина Василина, но я мама, жена, предприниматель, руководитель и так далее пошла-поехала. И у каждой нашей ипостаси, скажем так, есть свои заботы, свои дела, да? И поэтому нам нужно это все грамотно спланировать, чтобы у нас был какой-то эффект, результат. И теперь, Дарья, у меня к вам вопрос. Как же на английском будет делать? Ой, не знаю. Даша зависла, да? Даша, давайте я вам помогу. Будет to do, да? Что сделать? Вот они вот так вот классифицируют. И следующий этап это in progress, то есть в прогрессе, да, в процессе. И последняя наша строчка, как вы думаете? Да, то, что сделано. Это done. И вот у меня есть вот такие цветные стикеры. Рекомендую вам всем тоже взять вот такие стикеры. И каждому цвету вы можете распределить то, что вы сами хотите. Например, я сделала таким образом. Вот голубенькая это у меня сфера, отвечающая за предпринимательство, за мой бизнес. А, здорово. Ага. Мне нужно... Это, конечно, мои настоящие рабочие канбаны, канбанчики я их называю. Поэтому тут, конечно, очень смешные... Какое-то новое слово «канбаны». Да, это очень смешные, конечно, да, у меня тут цель-задачи были. Мне нужно сдать все отчеты. Это, во-первых, да. Это что, то, что нужно сделать. Сделать план на второй квартал, но я его уже сейчас создаю, делаю, поэтому я его клею сюда. Тут еще смешное. Выдать зарплату сотрудникам, это тоже в процессе, поскольку они все получают... А, то есть у тебя не выполнено это еще, да? Оно в процессе. Бедные сотрудники. И так месяц висит, да, в процессе у нее. В процессе, потому что есть новые сотрудники. Внедрить клубные карты, это пока что только намечается. Цель увеличить доход. Все к этому идет, делается. Составить контент-план. Сделано. Могу смело сюда вот прикрепить. Помимо того, что есть свои какие-то рабочие моменты, естественное дело, я жена, да? Да. И намечается у нас какой праздник? 23 февраля. Мы все про наше женское. Давайте не забудем про мужчин наших любимых. Правильно, женщина думает о 23 февраля. Да, и мне нужно что? Купить мужу подарок, да? А, чукурушка. Поэтому, поняли, да? Вот оранжевое, это отвечает за меня, как за женщину, как за жену. Молодец. Вот, купить мужу подарок. К сожалению, не в процессе, поскольку сейчас я стою тут. Потому что ты зарплату дуешь, а у тебя денег нет. Да, да, да. Хорошо, дальше. Так, дальше я бы хотела сходить с мужем в спа отдохнуть, но я, вот ты уже записалась. А, именно. То есть ты уже в процессе. Накормить ужином два раза написала я. Это я сидела и писала давно еще. Почему два раза? Потому что я, к сожалению, по вечерам не успеваю готовить ужин. И хотя бы хочу внедрить, чтобы было два раза. Такой вот ужин именно от любимой жены. Так, вот так. Вот. Тут еще у меня есть изучить условия ипотеки 2%. Я изучаю все это дело, могу тоже по вторую колонку внести. Также, естественное дело, я не только жена и женщина. Ну, как бы, как сказать, я еще и должна ухаживать за собой. Да, то есть у меня есть свои бытовые женские вопросы. Это покрасить волосы, сделано. Сделать маникюр, педикюр. Ой, запись есть, да? Нарастить ресницы. Извиняюсь за подробности. Это я... Сделано еще? Нет, это у меня еще пока не сделано, даже не записалось, поэтому пусть будет в этом. Ой, шикарно. Записаться на плавание, вообще на любой вид спорта, тоже пока только витаясь в воздухе. На кикбоксинг, мне очень интересно. Сделать МРТ позвоночника, пожалуйста, сделано. Пока это вообще... Да, и лечебный массаж тоже сделан, прошла курс массажа. И как часто ты это делаешь? Это я делаю, вообще рекомендую делать каждую неделю. Вот проснулись в понедельник, допустим, в воскресенье даже вечером делаете, да? Ранее надо готовить. Да, и в целом можно как угодно. Вот, например, если у вас многодетная семья, вы можете цвет, допустим, это сын, это дочь, это муж, розовые, допустим, это вы. И у каждого будут свои какие-то задачи. Вот, и, кстати, вот этот метод очень замечательно работает при изучении формул тоже. Давайте я вам покажу, как это тоже работает. Все, теперь ищу формулу. Так, девочки, английский язык немножко повторили. Кто знает, что такое закон ума? Никто. Это у нас физика. Сила тока равняется отношению напряжения к сопротивлению, да? И вот смотрите, если ваши дети затрудняются в нескольких предметах, математика, физика, химия, неважно, вы тоже можете как сделать? Вы можете каждой карточке присвоить цвет, допустим, цвет, у меня, допустим, розовый, любимый, это моя любимая физика. Зеленый, это история. Полтавская битва, девочки, когда была? Полтавская битва? Не помню. Попроще спросить. 27 июня 1709 года. Точно, я так и думала. Точно, точно, я помню. И вот видите, вот так вот системно планируя, вы можете помочь не только себе и своей семье, да, все спланировать, все, чтобы работало как часы, но и чтобы ваш ребенок грамотно подготовился к экзаменам. То есть то же самое, тоже комбанчики, то есть цветные карточки переводятся дословно, да, и тоже ребенок берет и говорит, так, мамочка, я на этой неделе учу все зеленые, да, например. На следующей неделе я учу все розовые. То есть система вот этих комбанчиков, она основана на цвет карточки, цветовые карточки. И ответ карточки отвечает за какую-то позицию, за какой-то отдел, грубо говоря, и отделом могут быть все. Мы можем быть это сами, как в своих хипостасях, это могут быть предметы школьные и так далее. Ну-ка, а давай еще что-нибудь по школьной программе. Можно из зеленой карточки что-нибудь? Шутка, нет, бежевой. Так. Трапеция, площадь трапеции. О, боже мой. Нет, что она спрашивает? Площадь трапеции это у нас умножение высоты на полусумму оснований. А с английским? Ложи обратно, да. Все. А сейчас дальше, да, у нас будут наши любимые, мой любимый ученик, которого мы тоже послушаем с удовольствием. У него тоже есть своя система планирования. Так что давайте ждем наших гостей. Андрюша, любимый мой, иди ко мне. Это мой давний-давний мой ученик, которым я очень горжусь. А почему вы сейчас сами все это поймете? А он один пришел к нам, что ли? Нет, конечно, он у нас пришел со своей мамой. Мира, заходите, пожалуйста. Мирочка, здравствуйте. Добро пожаловать. Доброе утро. Мира у нас многодетная мама. Вот так вот. Дети занимаются различными видами спорта, различные кружки посещают, и тоже будет много чего нам рассказать. Мира, а вот вы, кстати говоря, планируете, да, все тоже? Да. Да, планируют. В настоящее время без планирования, вот, если у вас много детей, то это вообще никак, потому что все надо расписывать. Ой, да, это точно. Вот, Андрюша, расскажи, пожалуйста, ты вот пришел к нам не с пустыми руками. Давайте мы покажем нашим телезрителям. Вау, как это. Вот такая у него есть карта. Это планер, да? Ну-ка, давай. А, покажи, покажи, покажи мне. Это магнитный планер, который можешь повесить на холодильник, например, и каждое утро ребенок видит свой график. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Здесь что? А, время. Да, там время. Давайте-ка, Андрей, зафиксирует, зафиксирует. Держи так. Ну, это как? Здорово. Не заграживай план наш. Давай, Андрюша, рассказывай, что это у тебя такое. В принципе, да. Я расскажу про свой распорядок дня. Ну, это все примерно, потому что если бы не было карантина, то у меня было бы все так. Все так. Сейчас немножко по-другому идет, да? А футбол, если бы на этой неделе было бы у меня так, футбол в 16.00, программирование, это тоже кружок мой, 17.30, футбол в 16.00, если бы была бы тут маршировка, у меня было в 13.30 и футбол. А если какие-то важные мероприятия, я пишу на план недели, например, у моего друга день рождения, я пишу во вторник, если у него было бы сбоку там, да? А это что, репетитор? Репетиция маршировки. А, репетиция маршировки. Мы в этот день должны оставить, и мама может увидеть, что я остаюсь на репетиции, и может быть, она приготовит заранее обед или что. Ой, рассудительный мастер. Продуманный, да, какой? Прям все продуманный. Хорошо. А у тебя там есть где-то еще такое слово «отдых». Я в субботу, например, делала уроки и отдыхаю, и готовлюсь к завтрашнему занятию, даже не дню. Футбол, а у меня может быть соревнование по воскресенье, день защиты арктичества. Я поздравлю дедушку и папу. Молодец. В общем, это ты расписал на эту неделю, да? Да, это вот у него на неделю, кажется, да, у нас планирование. Но ведь главный-то секрет, скорее всего же, в воспитании, да, Мирочка. Вот, скорее всего, у вас наверняка же есть свой тоже какой-то план, которому вы придерживаете, и поэтому ваш ребенок стал таким же планирующим, рассудительным. Да, обязательно. Да, у нас есть вот тоже такой обязательный семейный планер. Он очень удобный, недатированный, туда можно писать все это. И, как всегда, в обычной семье папы всегда очень заняты, и она у нас висит на самом видном месте, на холодильнике. И когда у нас надо, вот тут тоже вот Василина может... Это, я так понимаю, продается в обычном канцелярском магазине, да? Да, в канцелярских магазинах. И тут тоже все расписано, вот, по детям у нас там, мама, папа. Ой, здорово. Вот, Андрей, Эля, Ира, например. У меня старшая дочка занимается гимнастикой, она каждое утро в 9 часов должна куда-то идти. Например, вот у дочи вот в эту пятницу санитарный день, чтобы не забыть вот это вот. И когда вот папа у нас открывает холодильник, он примерно уже будет смотреть, на что вот, да, на что можно сделать акцент. Это вот стоматологу надо обязательно. Бывает же такое, когда вот работаешь, заработаешь, вот прям забываешь все-все-все. Или там записаться к педиатру обязательно вот это написать. Вот с одним ребенком же не успеваешь, да? А тут надо все три. С тремя. Ну, тут только с планером, а иначе-то никак, наверное. Да, потому что бывает то, что вот, которые маленькие планеры, иногда вот забываешь. Да. Или телефон отключается, бывает такое, что на виду должно быть все. Подзарядки нет, да. На виду, чтобы наглядно. А вот напоминалку ставишь, а вот я не сработала. А тут вот прямо на вид на месте. Вообще, Мира, я бы хотела вам сказать, что вы занимаетесь чудесным делом, воспитанием своих детей вот в таком формате, что они изначально с маленького возраста планируют весь свой распорядок дня. И не только дня, а целой недели, да, Андрюша? Вот. И что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям по планированию? По планированию, чтобы дети были самостоятельные. Надо все вот, да, им ставить цели какие-то. Чтобы дети самостоятельно составляли свой план. Да, обязательно, потому что у нас, что у нас есть цена, если мы нарушаем свой? Что у вас есть? У меня вечером заканчивается, то есть меньше времени остается на игры. На компьютерные игры, вот. Игровой час. То есть не уложился в план? Да. Вот это вот время, да, уменьшается. Вот такая вот замечательная у нас сегодня была рубрика, тема. Так что спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Спасибо. Походим мы на рекламу. Ну что, мы продолжаем наш эфир. И до ухода на рекламу мы говорили про планирование. Действительно, очень важная вещь, очень полезная вещь. И в нашей студии сегодня гости, у которых в плане своего дня, в плане своей недели, в месяц обязательно есть «Доброе дело». А какое, узнаем прямо у них. Знакомимся. Рядом со мной находится Лия Герасимова. Это волонтер проекта «Сос.Дети Якутии». А также напротив меня находится Наталья Красноштанова. Наталья у нас мама особого малыша Артема. Доброе утро. Доброе утро. Лия Герасимова, ну вот у нас очень интересная тема сегодня вообще, да, как начинать свое утро и так далее, да. Вот как вы начинаете, с чего свое утро? Ну так как я являюсь семейным все-таки человеком, все-таки являюсь мамой двоих детей прекрасной. Конечно, утро у нас, как у всех, наверное, мамочек, проходит пробуждение, естественно, завтрак, подготовка к сбору. Есть какой-то лайфхак? Нет, лайфхак у вас таких нет. Все стандартно. Все стандартно. Все стандартно. Пошли, да. Хорошо. А у Натальи как начинается утро? Ну, я не буду, наверное, исключением. Тоже так, да? Так как тоже дети. Муж, домашние заботы, завтрак. Ну вот, а сегодня мы поговорим с вами о том, что все-таки вы у нас являетесь такими благодетелями, да, и волонтером проекта «Соц. Дети Якутии». Как вы стали? И немножечко вообще о создании этого проекта. Кому пришла идея? Когда? Да, у нас, получается, есть проект благотворительный «Соц. Дети Якутии». Нашим руководителем является, ну и создателем этого проекта, так, Ира Васардана Михайловна. Основался он в 2015 году, и с этого времени, за 4 года уже было у нас подопечных 42 ребенка, и было собрано около 20 миллионов рублей на лечение. 20 миллионов рублей вы собрали с 2015 года? Да. То есть вот за 5 лет? Все совершенно верно, да. Сколько жизней спасли. Да, здорово прям. Да, и продолжаем этим заниматься. И, соответственно, тогда вопрос такой, ну сейчас очень много благотворительных фондов, да, очень много. Вот чем отличаетесь вы, возможно, от многих из них, да, и с какими основными проблемами сталкиваются вот люди, которые обращаются к вам? Да, ну начнем с того, что мы еще не фонд, мы просто проект. То есть, да, у нас в планах некоммерческая организация, ну, создатель. И, ну, как мы, естественно, работаем через соцсети, это наша прямая работа, то есть, соответственно, мы через навигацию проводим, через инстаграм какие-то там, даже по ватсапу просто в сторис и прочее отправляем. Отправляем, как позыв того, чтобы люди нам помогли именно объединить добрых людей, именно с возможностью помочь на сбор каких-то денежных средств, возможно, мы все это проходит у нас как? Собираем лоты с горожан, жителей нашей столицы, выставляем их у себя на странице в инстаграм, и уже, получается, выкупает кто лот, тот перечисляет денежные средства непосредственно на счета родителей ребенка. А, то есть через вас денежные средства не проходят? Нет, нет. Они поступают сразу на счет ребенка? А какие лоты вот можно тогда вам предоставить, или вы как-то отбираете их, или принимаете все, что вам дают? Конечно, все, что нам дают, мы не понимаем в том плане, то, что мы принимаем только хорошие, как бы новые вещи, качественные, либо, может быть, в очень хорошем состоянии. Такие вещи мы принимаем. Услуги еще. Услуги мы принимаем, да. Мы работаем, то есть, направляем какие-то письма организациям, бывает просто, то есть, приносят нам так же, как акции. В преддверии тоже будет у нас акция, в преддверии предстоящих праздников Дню защиты Отечества и Международному женскому дню. Вот так вот, да? Хорошо, ну тогда вопрос к Наталье. Как вы услышали про соцдети Якутии? И расскажите немножечко о вашем замечательном мальчике Артеме. Ну, начну, наверное, с Артема. С Артема. Ему сейчас 6 лет, нынче будет первоклассником. У нас, конечно, очень тяжелая степень заболевания ДЦП. Он у нас не сидит, не ходит самостоятельно, но уже маленько разговариваем и надеемся, что в будущем хоть чуть-чуть, но начнем шагать. А соцдети, ну, познакомились мы совершенно случайно. У нас тогда был как раз сбор тяжелый, нам надо было ехать на реабилитацию в другой город. И случайно на просветах нашего интернета я увидела, написала Сардане, организатору как раз этого проекта. Она нас выслушала, все, сказала, что нам надо, какие документы нам надо предоставить, какую как страницу оформить, чтобы люди видели нас, чтобы знали о ребенке, о диагнозе, как вообще все это случилось. Ну и с того момента мы вот дружим, и как бы уже два или три раза даже, я уж не помню, нам они помогали. Огромное им большое спасибо за то, что вообще они есть, существуют. Вот такое, да, доброе, добрые такие пожелания с утра у нас, да, и слова благодарности. Ну вот, то есть они даже координируют вас в создании вашей социальной страничек, и чтобы об Артемке узнало как можно больше людей. Да, да, они помогают, какие документы, вот, ну, у нас же все выписки, там, справочки, вот это, чтобы все это было выложено, чтобы было оформлено, подписано, ну, чтобы мошенники не, ну, вдруг, вот, да, не украли, это, как говорится. Помогают писать, там, слова, вот, посты, отчеты. А, даже с текстовкой помогает вам, да, с написанием? Ну, есть, поначалу есть, конечно, трудности с этим, это открыть сбор ребенка, это очень тяжело для любого родителя, наверное, переступить через какое-то свое внутреннее, чтобы пойти и начать, ну, если я сейчас грубо скажу, просить, да. Просить, да. Ну, благотворительность, это, ну, надо воспринимать не как милостыню, а как помощь и порыв доброго и чистого сердца к человеку, который сейчас нуждается в этом. И вот такие люди вот у нас в организации СОСДети. Да, замечательно. Очень сердечные, душевные. Ощущение, как будто не в одиночку, да, борется? Да, тогда уже не один ты, тебе, наверное, легче, вот, как бы, сил больше. Да, да. Мысли начинают какие-то новые появляться, и двигаешься вперед. Вы что, такая лучезарная женщина, Наталья, у нас, да? А расскажите про свою семью, помимо Артемки, да, у вас еще есть дети? Да, у меня еще есть старший сын, в этом году 18 лет, и дочка 10 лет. Ух ты, здорово. Да, тоже многодетная мамочка. Вот мы видим сейчас фотографии вашей замечательной семьи, все жизнерадостные. А Артемка такой самый, по-моему, лучезарный мальчик, смеется, радуется. Да, он очень улыбчивый, любит, он любит общество, общаться любит, в гости ходить, когда к нам гости. Даже если вот сам он не может играть, но когда дети вокруг, не обращают внимания, что-то делают, он прямо радуется. Ну, это и развитие для него, он смотрит. Общение с людьми, да, и он не оставляет массу позитивных эмоций. Вот мы сейчас на фотографиях видим вашу семью. Но возвращаясь все-таки к Лии. Лия, подскажите, пожалуйста, ну вот многие телезрители, возможно, у нас вот смотрят передачу, мы часто говорим, да, о социальных проектах, о помощи, о благотворительности, но мало кто отважится на этот шаг, да, все думают, ой, надо куда-то идти, надо что-то делать, кому-то писать, звонить там и так далее, да. Вот как проходит процесс, насколько он прост? Вот давайте поговорим про это. На самом деле, да, наша команда, она вся очень позитивная, очень легкая, нападем, то есть, ну вот как сказала Наталья, то есть мы можем написать текст. Даже текст написать? Да, они нам просто отправят лот по WhatsApp или в Директ напишут, и мы текстовку уже сами напишем, все, ничего не нужно, никуда отвозить ничего не нужно. Тот, кому, кто выкупит лот, тот сам просто приедет и заберет его. Вот так вот, да. То есть это несложно? Это совершенно несложно. Посредством своего сотового телефона можно вот так, не выходя из дома, помочь какому-то маленькому малышу, да? Хорошо, а лоты, может быть, это и книга, может быть, да, это может быть и что-то весомое, большое, да? Кстати, книги в нас очень хорошо раскупают. Раскупают книги. А вот если по статистике, какие лоты помимо книг еще вот разлетаются, как пирожки? Ну, это, конечно, какие-то поделки своими руками, возможно, хендмейт, и какие-то услуги, услуги, оказания услуг. Лия, а можно у вас узнать, вы сами чем занимаетесь, где работаете? Я сама являюсь банкиром, увлечения у меня творческие, ну, то есть рукоделие, шитье, там, ну, что-то такое, разносторонний очень человек. А волонтерство когда пришли? Или это у вас там с детства самого было? Ну, как мне мама моя говорит, что я с детства очень такая добродушная. А именно вот создать Якутию, да, с 15-го года. С 15-го года, да? Ну, девочки, вот смотрите, уже... С самого начала проекта. Да, у вас уже, наверное, возникли идеи, Василина, может быть, еще... Да, у меня уже куча идей, да, что можно предложить свои услуги. Обязательно. Дашенька тоже? Да, я тоже думаю. Да, мы будем очень рады. Алия, а можно узнать, а как можно вступить в ряды волонтеров в вашей организации? Да, мы любого человека призываем, к нам приходят люди. А куда? Тоже вам писать, да? Просто писать. То есть можете написать в директорах. Они могут сами искать людей, которым нужна помощь, да, предлагать что-то. Совершенно верно, мы всем отвечаем, каждого принимаем. И такие предложения можно вам писать тоже в инстаграме, в WhatsApp. Вот так. Мы сейчас видим адреса и контактные телефоны этого проекта «Сосдети Якутии», который с 15-го года на территории республики работает и помогает многим-многим деткам. Поэтому, дорогие друзья, творите добрые дела, присоединяйтесь, будьте волонтерами. Или же, возможно, вам и вашему малышу нужна помощь, не стесняйтесь, обращайтесь. И вам обязательно помогут, потому что таких добрых людей у нас, мне кажется, миллионы, да, наверное, тысячи, очень много. Вот, Наталья, а я все-таки к вам хотелось обратиться. Вот вы представляете мамочку, которая все-таки вот переступила, да, ту самую, ну, как вот стеснение, да, грань вот эту. И сейчас вы озвучиваете, да, то, что вашему ребенку нужна помощь, да. Вот насколько важно это? Это, как сказать, это очень важно. Это, наверное, важнее многих своих принципов, через которые надо переступить, чтобы искать, просить, что-то делать. Потому что ребенок с тяжелой формой ДЦП, ну, формы разные у этого заболевания, он нуждается в постоянной реабилитации, помимо лечения какого-то медикаментозного. И реабилитация, если она постоянная, она дает свои плоды. Если же ее нет, то ребенок в лучшем случае остается на том уровне, на что он закончил реабилитацию. В худшем становится хуже. И если у родителей-то возникла такая проблема, вы не стесняйтесь, пропросите, ходите, узнавайте. Нигде, я так думаю, то есть, извиняюсь. Ничего страшного. Я так думаю, везде есть добрые, отзывчивые люди. И в конце концов найдется точка соприкосновения, и вам помогут. Вас поймут, да, будет все хорошо. Ну, а мы, в свою очередь, благодарим вас за то, что посетили наш эфир. Большое вам спасибо. Дай бог, конечно, чтобы таких проектов и организаций, как СОС Дети Якутии, становилось все больше и больше. А таких добрых людей, волонтеров и таких замечательных мамочек, конечно же, нужно показывать, нужно приглашать на эфиры. Про них нужно писать статьи, их нужно приглашать на концерты. Нужно показывать, как планировать, тем более вам, мне кажется, планирование, это вообще самое дело. Кушать нужно вкусно, чай пить какой, да, и заряжаться энергетикой, да, девочки? Да, обязательно. Только позитивно. Только на позитиве все. Ну что, вот такой у нас сегодня был эфир, дорогие девочки. Ну, что вы для себя все-таки выделили? За сегодня столько было полезного, и все это соприкасается, и все уже делается на самом деле. Поэтому прямо успехов милым мамочкам и дамочкам, которые организовывают такие великие дела, успехов во всех проектах. И, конечно же, присоединяться и вкладывать тоже что-то свое. Ну, а я, конечно, сегодня очень рада была познакомиться с техникой Дарьи, как она все, пробуждение нашей жизни. И надеюсь, что система планирования канбанчиков тоже всем понравилась. Ну, а мы, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что мы будем рады обратной связи. Пишите к нам в социальные сети, звоните, предлагайте, интересуйтесь, и мы обязательно ответим вам. До новых встреч, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова